да всем шаббат шалом и чабес спасибо за то что вы есть потому что действительно хорошо быть такой особенной общине и бывал наверное я не знаю какое количество раз сколько лет вот в разных помещениях и конечно очень много дружественно знакомых родственных лиц особенно учитывая те которые относительно недавно приехали с украины и 1 тимофея 3 глава там очень интересные вещи о пресвитерах и диаконах в общем удивительный совершенно первый стих верно слово если кто епископство желает доброго дела желает это знаете какое-то даже непонятное заявление потому что что это поощрять желать карьерный карьерного духовного роста что ли как-то странно вдруг возгордятся услышав такое тоже вообще тем не менее это слово божье и действительно каждый из нас должен желать возрастать служение богу это принцип совершенно необязательно всем становиться епископами или пастырями или раввинами пресвитерами и так далее совершенно необязательно потому что некого тогда пастырям будет пасти все сплошь пастыря и и прямо проблема какая-то да приходит пастырь к пастве а там все пастыря и просто он только рот открывает что-то сказать а ему и золото мы знаем да вася мы все такие как ты а шо делать ну пошли найдем себе паству а а где-то там и там пастыря и там кошмар какой куда не плюнешь духовно попадешь да поэтому в теле мессии далеко не все призваны быть пастырями далеко не все призваны быть раввинами далеко не все призваны быть пророками я прям чувствую что кто-то сейчас затаил на меня когда я про пророков сказал а вот конечно это не в зале здесь такое невозможно это община просто стоического смириномудрия но там онлайн где-то далеко очень далеко где идут грибные дожди там кто-то сейчас конечно возревновал ну ладно и многократно в новом завете подчеркнуто что каждый призван к своему служению каждого свое место соответствующие этому месту в теле мессии дары но при всем при этом при всем при этом 1 стих 3 главы подтверждается 13 стихом этой же 3 главы 1 тимофея 4 ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере в мессии шуа здесь идет речь о том что те кто верно и хорошо служит на своем месте тех бог поднимает на более высокую ступень служения и это соединяется с первым стихом в котором говорится что желать этого нормально не стыдно более того это даже хорошо мы призваны не консервировать себя мы призваны не замирать мы призваны к духовному росту и в принципе если действительно этот духовный рост происходит он должен выражаться в конкретном служении в росте в этом конкретном служении или если богу будет угодно в переводе нас на следующий уровень в каком-то ином служении каком-то ином служении и это очень важно для всех нас скажите пожалуйста а кто здесь божий служитель можете поднять руку не ну кто кто считает себя божьим служителем могли бы помахать рукой вот так у вас тут мощное учение вы правы а кто считает себя священником бога израиля помашите рукой здесь уже проблемы да а как же нам быть с первым посланием петра со второй главой где говорится о том что мы все царственное священство именно потому что у нас есть невероятная привилегия бритха дыша нового завета мы все став божьими детьми оказываемся призванным священством именно поэтому мы все божьи служители да если бы я был конечно суровым харизматом я бы вас сейчас мучил и говорил кто мне скажет амэн спасибо хорошо в общем очень важно очень важно чтобы мы это осознавали потому что хотим или не хотим господь смотрит на нас не просто как на своих детей он смотрит на нас как на своих священников он смотрит на нас как на призванных своих слуг своих служителей несмотря ни на какие ограничения возрастные физические национальные образовательные внешние условия мы все призваны в служение в теле Машеха тем более если мы в Израиле тем более если мы в Израиле конечно и дальше идет описание после первого стиха идет описание требований к старшим служителям а епископ это синоним пресвитера синоним условно говоря в современном понимании раввина пастора и так далее и тут конечно перечислены некоторые очень простые требования очень простые но в таком плане чтобы епископ и дьякон чтобы они не были пьяницами не были алкоголиками простое требование правда нормальное совершенно очень достаточно элементарное требование или чтобы епископ не был драчуном не бил людей физически представляете какие попадались тогда служители в первом веке мы себе представляем первый век там все все просто на облаках летали это были просто сплошняком идеалы идеалы вот просто каждый каждый кого бы мы встретили в первом веке в общинах божьих это просто у каждого по пару нимбов над головой все невероятные все идеальные все такие просто полный конфитюр цимес и массаж мура с вареньем просто действительно ну оказывается это было не так встречались и тогда разные и мы можем в посланиях это увидеть с какими приходилось иметь дело людьми и поэтому вот такие простые требования но есть и очень жесткие требования которые вызывают недоумение как их вообще можно в реальности выполнить особенно в современных условиях чтобы ну епископ был хорошо управляющий домом своим детей содержащих послушаний со всякой честностью и так далее и так далее но это кажется достаточно сложным требованием хотя конечно семья Мазиных соответствует этому Леон я надеюсь выш а не не выш жалко хотел устроить маленькую благодарность Богу за семью Мазиных ну наверное в присутствии Леона и Нины что что не принято да да вот ну подтверждает молодцы ребята хорошо возникают некоторые вопросы по этому поводу и всегда когда возникают вопросы нужно смотреть параллельные места писания и так просто для домашнего разбора пару мест писания на подобную тему 7 глава 1 коринфяна там есть очень интересные очень интересные стихи что делать если Божий служитель он был женат еще в миру его жена неверующая или Божий служитель сестра она была замужем еще в миру его муж неверующий и там мало ли что происходит и вот там советы конкретно что в принципе мы в таком случае брат или сестра они не обязаны в общем-то любыми путями насильно удерживать супруга супругу и полностью имеет право там отпустить и так далее но как же это сочетается 11 глава Марка где говорится о том что кто оставит и там перечисляются близкие родственники например в частности в некоторых случаях жена даже вот у Марка ради меня Евангелие говорит Господь тот получит и так далее и так далее во сто крат больше там перечисляются отцы мамы духовные духовные братья сестры духовные дети но не во втором впечатлении нету жены потому что духовных жен не бывает и духовных мужей не бывает может для кого-то к сожалению но так на будущее просто обратите внимание посмотрите как это все сочетается о чем я в связи с этими требованиями хотел сказать я хотел самым грубым примитивным образом похвалиться старейшинами киевской еврейской мессианской общины почему я посчитал что я имею на это право сегодня потому что как вы знаете я приехал из Киева и там у нас в Украине война настоящая полноценная где используются все виды оружия кроме биологического ядерного той стороной которая напала на Украину включая баллистические ракеты и прочее прочее вот и вот когда началась война очень интересно проявили себя старейшины киевской еврейской мессианской общины почти все старейшины которые находились в Киеве они остались в Киеве и братья и сестры только один брат он перевез семью на западную Украину и он руководил организацией новой общины во Львове нашей которая стала перевалочной базой для огромного количества гуманитарной помощи наши ребята принимали эту помощь во Львове пастор одной нашей дочерней общины в Польше Томаш он оставил свою работу и полностью посвятил себя вот этой помощи Украине украинцам и вместе с Польским Красным Крестом они наладили очень серьезный такой трафик гуманитарной помощи а наши ребята они арендовали склад во Львове и когда Львовяне увидели как наши работают они отказались брать арендную плату это был и есть бесплатный склад а потом другие Львовяне дали второй бесплатный склад для этой гуманитарной помощи и десятки десятки тонн этой гуманитарки были приняты ну вообще сотни и распределены по всей Украине в первую очередь для мессианских общин для церквей затем и вообще для всех для многих многих евреев которые кстати остались там я читал и очень конечно радовался официальным сообщением Сахнута что там евреев не осталось вроде бы Наши ребята в Киеве помогали там как минимум паре сотен евреев за пределами нашей общины которые остались и наши люди вывезли 11 вагонов ну помогли эвакуировать детей инвалидов из Киева 700 человек и больных детей и это была страшная операция что то что творилось на вокзале это уму непостижимо только те кто это пережил те кто это видел те знают вот и наши старейшины оказывается они не зря оказались на своих позициях на своем служении они были подготовлены всей своей предыдущей жизнью и служением и вот эти дикие форс-мажорные обстоятельства подтвердили то что они имеют право имеют право находиться в этом служении и одна из наших старейшин в этот когда началась война она с мужем находилась в Израиле и они естественно прервали свою поездку прилетели в Польшу и мне стоило труда уговорить их даже не думать о возвращении в Украину потому что тогда мужа бы не выпустили обратно и они еще одна пара которая в командировке были в Израиле здесь они тоже перелетели в Польшу и они организовали такую штаб квартиру помощи беженцам и они проводили сотни сотни беженцев по территории Украины в первую очередь из мессианских общин они держали контакт с поляками они знали на каком пункте переходе границу легче пройти где не такая страшная ситуация и потом когда уже переходили границу Польша Словакия они проводили дальше и помогали устроиться в тех или иных городах Польши Германии и так далее это была тяжелейшая работа некоторые дни они беспрерывно работали по 18 часов в день потом но это было совершенно изнурительная в общем-то работа и ну я честно сказать я горжусь такими старейшинами которые Бог поднял у нас и и что еще интересно из всех наших дочерних общин в Украине ни один раввин не оставил свою общину не оставил свой город почему я это говорю потому что я сейчас думаю как выразить это к сожалению не все скажем пастыря и епископы разных церквей и не все мессианские служители мессианские раввины которые там отдельно они смогли справиться с той ситуацией которая началась когда началась война и знаете когда уже было безопасно например сейчас в Киеве достаточно безопасно один пастор приехал после долгого отсутствия пришел на собрание и сказал аудитории я знаю что многие были недовольны тем что я быстро уехал так вот все все кто на меня обижался я всех прощаю правда интересное заявление вот я думаю что вот такими временами проверяется соответствие людей тому положению той позиции которую они занимают потому что как уже сегодня было сказано коня готовят на час битвы но победа от Господа мы можем готовиться готовиться но только Господь по-настоящему может нас приготовить и еще мы заметили одну такую вещь что частенько происходило следующее те люди которые в мирное спокойное время некоторые я говорю только о некоторых выглядели очень крутыми очень волевыми такими бойцами такими знаете они первые стали жертвами паники а некоторые люди которые в мирное время ничем особенно не выделялись просто верно служили Господу не были такими сильными признавали свои слабости признавали даже свое бессилие перед Господом признавали свои ошибки они оказались самыми мужественными во время войны они оказались вы знаете настолько изнутри подготовленными Господом что никто вокруг них этого не ожидал и я говорил с некоторыми из таких людей они сами не ожидали что они проявят такую стойкость такую выдержку и как один из таких даже целая семья людей говорили мы просто поняли что мы не имеем права сейчас в первую очередь заботиться о себе мы просто поняли где Господь нас видит и что он от нас ожидает и мы поняли что в такое время свое личное мы уж точно должны отложить на задний план и в то же время я хочу сказать что мы просто ободряли так сказать целый ряд людей быстро эвакуироваться особенно с детьми и вы знаете для многих женщин для многих сестер было нереально выдержать то что происходило просто это было нереально я свою жену стал уговаривать чтобы она эвакуировалась но она твердо говорила мне нет нет и нет несмотря на на то что возле где-то полутора километрах от нашего дома на третью ночь полтора часа шел бой диверсионная группа большая там с гранатометами совсем прорвалась и и так далее и так далее но я просто вы знаете я просто знал что если Анюта будет продолжать не перечить и будет продолжать настаивать на том что она должна остаться я не смогу по-настоящему свободно нести то служение которое мне поручено слава богу где-то на пятый день удалось вот знаете друзья если в обстоятельства которых мы не ждали никто из нас не думал что при нашей жизни мы будем переживать то что происходило и происходит в Украине никто никто вообще не рассчитывал никто этого не ожидал но если при таких форс-мажорных обстоятельствах мы вспоминаем кто действительно живет в нас напоминаем себе друг другу и мы напоминаем себе что мы не могли справиться с гораздо меньшим с гораздо меньшими испытаниями без бога с гораздо меньшими искушениями без бога то тем более в таких обстоятельствах если мы не надеемся на себя и поднимаем и сердце и глаза к нему он стопроцентно нас не подведет и мы очень часто раньше думали и говорили об Израиле о том в каком напряжении вы живете здесь когда была Ливанская война тут летали ракеты правда это не баллистические ракеты слава богу были вот и не такие что на нашей улице одна маленькая ракета попала и сразу там пять домов по две стороны улицы вот но это все равно напряжение и эти теракты и все и мы говорили о том мы себе мы другим людям говорили израильская жизнь мобилизует веру и хотя мы никогда не думали что украинская жизнь будет мобилизовать веру гораздо сильнее чем израильская надеюсь это не навсегда вот но теперь мы еще лучше понимаем вас я надеюсь что и вы тоже будете понимать нас нормально возвращаясь к третьей главе первого тимофея мы увидели опять-таки что по-настоящему выполнить вот эти требования все эти требования к епископам пресвитерам старейшинам пастырям раввинам диаконам возможно только в одном случае если человек признает что он этого сделать не может что он не может он не в состоянии какой бы он не был хороший порядочный замечательный благовоспитанный благочестивый и так далее и вот когда мы признаем свое бессилие свою духовную нищету благодать господа нашего яшуа маше в общении со святым духом начинает производить в нас сверхъестественные небесные способности и мы становимся другими те кто в этих обстоятельствах военных поняли что это единственный выход те стали победителями те кто продолжал надеяться на себя те кто продолжал надеяться на свой боевой характер те кто продолжал надеяться на свою волевую подготовку и так далее или уже потерпели поражение или на пути к этому тяжелое время это время благодати и когда мы подняли руки и стали сдаваться фактически со второго дня войны дух святой начал показывать нам некоторые важные вещи и первое откровение которое мы получили в общине это тоже из первого тимофея только из пятой главы из восьмого стиха если же кто своих и особенно домашних не печется не заботится тот отрекся от веры и хуже неверного впервые в жизни господь повернул это местописание таким образом что мы поняли сам господь пример такого отношения иначе он так жестко не заповедовал бы это всем верующим в него и когда это вот так перевернулось и мы увидели что это он в первую очередь заботится и будет защищать своих родных детей свою семью и в узких кругах понимаете вот особенно вот это но это особенно его ближние те кто к нему ближе всех даже из его детей не буду продолжать и это так нас пронзило мы поверили в это и мы начали это исповедовать и несмотря на все ужасы которые происходили и несмотря на то что целый ряд наших людей оказались в очень горячих точках до сих пор мы не знаем ни об одном члене общины который бы погиб или был ранен и это больше двух тысяч человек и даже ближние наши даже неверующие были защищены были защищены сверхъестественным образом каждую неделю киевской общине звучат различные рассказы свидетельства людей которые пережили чудеса спасения избавления защиты их очень много с разных сторон и более того не только сами люди были спасены от опасности от смерти даже в тех обстоятельствах когда вокруг многие гибли даже их имущество намного меньше пострадало чем там имущество вокруг у нас одна семья которые там в прошлом году покаялись пришли в общину у них дом в буче про буча я думаю не нужно объяснять что это такое да кто знает кто слышал про это слово буч последнее время ну сейчас во всем мире миллионы людей об этом знают стоит поинтересоваться потому что это это уже стало нарицательно кстати потом потом когда они вернулись после освобождения вокруг дома разрушены их дом целый из многих домов повыносили все что угодно ну вы знаете там даже не буду рассказывать что 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 унитазы выносили отковыривали что только они не собирали какие-то старую технику женское белье солдаты освободители уносили и многое многое другое у них в дом зашли перевернули и абсолютно ничего не взяли хотя там было что взять это один из массы примеров неверующий отец одного нашего брата и брат сильно волновался за него он был в таком месте которое было под сильнейшими обстрелами и домашняя группа молилась неверующий отец вышел из своего парадного причем он должен был выходить намного позже но что-то его подняло он потом говорил я сам не знаю почему я так рано вышел вышел прошел где-то 200 метров и видит как в парадное попадает ракета и весь этот блок рушится он должен был там находиться он не мог объяснить почему он захотел вдруг выйти и вот знаете масса таких таких ситуаций и просто оказалось оказалось что когда служители божьи они подготовлены благодатью и они знают что только благодать подготовила их к этому времени которому они абсолютно не готовы когда они остаются на своих местах и делают то что возможно для каждого то что можно сделать в это время служа богу и людям особенно тем людям которые в растерянности которые просто знаете некоторые ну вы представляете вот люди у которых нету бога в это время многие из них просто обезумели от страха их можно понять и мы все время говорили никого не осуждайте не осуждайте людей которые поддались панике если уже паника накрыла человек не может с этим справиться и что говорили наши старейшины и многие лидеры нашей общины люди повторяли на разные лады одно и то же я слабый человек я вообще-то не очень смелый я вообще-то знаю что я там многого боялся но когда началась война дух святой сошел на меня и как будто заморозил мою способность бояться мне просто перестало быть страшно до того как война началась я боялся ну все же это нагнеталось эти слухи сообщения которые к сожалению потом подтвердились вот-вот человек говорит я боялся я так нервничал я так беспокоился я думал куда бежать что в случае чего если начнется когда началось сверхъестественным образом господь опустил заслонку и мне перестало быть страшно я спокойно мог исполнять то служение которое необходимо было для Бога и для людей друзья ну я думаю дай Бог чтобы вообще никому из присутствующих и тех которые онлайн если вы конечно не в Украине не пришлось испытать вот то что многие люди испытали и продолжают испытывать особенно на востоке Украины на юге Украины знаете и но все равно только испытаниями проверяется то насколько мы доверяем тому в кого мы уверовали насколько всерьез мы сдались на его милость насколько для нас важно его слово для сколько насколько для нас важно исполнять доверенное вверенное как написано нам служение и когда когда важность Божьего становится выше важности даже самого такого нормального личного тогда Бог получает право и власть действовать потрясающим образом в нашей жизни и он обеспечивает и все наши личные нужды мы увидели как Бог позаботился реально позаботился о личных нуждах тех наших старейшин тех наших старших служителей которые положили для себя думать в первую очередь в это военное время о Господе о его общении о Божьих детях о других людях которым хуже которые страдают вот когда они для себя приняли это решение помня что они не могут его сами осуществить Бог не только дал им силы и власть дал им уверенность дал им шалом который покрывал их как железный купол в Израиле но Бог позаботился обо всем в их жизни Бог позаботился о детях Бог позаботился об имуществе Бог позаботился о материальном обеспечении Бог сделал то что они если бы сильно вот забыли о служении сильно заботились о себе никогда не смогли бы достичь и таких ситуаций мы видим просто массу я говорю о мессианских общинах ну конечно и много прекрасных церквей в Украине они тоже их замечательные пастыря старейшины они действительно исполняют вот так же свое предназначение в Боге и это большущая большущая радость мы так вместе с такими пастырями возобновили в апреле молитву киевских пастырей пастырей Киевской области только март был пропущен по понятным причинам и знаете так здорово дружить с теми пастырями с теми епископами которые вообще даже мыслях не было у них уезжать в безопасное место и оставлять свои общины или церкви и Бог сохранил всех вообще всех вообще всех вообще всех это удивительно и хотя на оккупированных территориях там оккупационная администрация особенно интересовалась пастырями целого ряда церквей Господь сохранил и их тоже я не могу рассказывать некоторые детали некоторые вещи просто потрясающие чудеса по защите Божьих служителей в общем заканчивая я снова хочу процитировать 13 стих ибо хорошо служившие приготавливают себе высшую степень служения и великое дерзновение в вере в мессии Ишо пусть это войдет в нас утвердится в нас и будет надежным обещанием Бога на всю нашу жизнь потому что вся наша жизнь собственно и есть радостное служение Господу и людям и в первую очередь радостное служение еврейскому народу на земле Израиля и в диаспоре с чем вас дорогие и поздравляю поздравляю с радостью от Господа и кстати теперь еврейские мессианские общины известны во многих странах мира тем что в это тяжелое время они показывали пример радости и прославления так получилось что в первый военный уикенд как-то так получилось в Киеве именно Кимо провела такой шибат а все воскресенье был комендантский час больше суток церкви не могли собираться и это получился такой уникальный шибат и фейсбук распространил видео с нашего шибата сразу там на миллион людей сейчас там два с половиной три миллиона вот и люди не могли поверить что это не запись что мы в такое время реально проводили шибат пели прославляли Бога молились танцевали во славу Господа именно почему-то танцы вызывают такой невероятный ажиотаж и реакцию как вы в такое время танцуете вау так неужели если вы танцуете так может там в Киеве все хорошо вот ну в общем оказывается это ободрило тысячи и тысячи тысячи людей знаете последний такой пример одна наша сестра она была профессиональной журналисткой на центральных телеканалах она покаялась в общине там пару лет назад стал работать на христианском радио ее попросили записать краткую молитву за Украину она записала они взяли и послали это в Америку и в прайм тайм показали в новостной программе Fox News ее молитву этой Ины и эту молитву потом взяли больше тысячи радиостанций Америки и сейчас тоже по всему миру мессианская молитва за Украину и так получается вы понимаете она говорит я даже предположить не могла куда пойдет моя молитва но Бог делает когда мы верны и я прошу тебя Господь чтобы ты обнял всех присутствующих и утвердил их в решимости быть твоими при любых обстоятельствах утвердил в решимости нести доверенное тобой служение чтобы не случилось чтобы каждый из нас и тех кто в зале и тех кто онлайн сейчас с нами помнил что мы его дети и поэтому мы служители его благодати и любви и это такая дорогая привилегия которую ни на что нельзя обменять Боже утверди каждого в этой святой решимости и в то же время утверди каждого в понимании что мы сами к этому не способны мы даже льготное время не сможем это совершить тем более тяжелое и помоги каждому сдаваться на твою милость каждый день и так как твое милосердие твой хэсэд твоя милость обновляется каждое утро обновляй нас в этой радостной капитуляции перед любящим отцом обновляй меня обновляй всех нас и пусть сила роха данай пусть власть еще каждый день каждое утро раскрывается по-новому в нашей жизни боже дай предвкушение лучшего и больше от тебя и дай вкушать какой ты добрый вкусите и увидите как благ господь боже дай нам вкушать твою отцовскую доброту дай нам насыщаться твоими милостями пусть твоя любовь продолжает преобразовывать нашу нашу душу наш разум нашу волю и пусть каждый каждый будет на своем месте в своей духовной поместной общине и дорожит этим местом по милости твоей благодарю тебя боже 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 за твои отцовские объятия которых не тесно никому поднимай нас к своему сердцу и питай нас из своих уст отцовскую а ты питаешь живых милостью питаешь милостью живых а ты питаешь живых Питаешь живых милостью живых, Ты питаешь живых радостью, Питаешь радостью живых, А Ты питаешь живых радостью, Питаешь радостью живых. Амин! Аллилуйя! Субтитры сделал DimaTorzok